Денек выдался погожий, а это значит, что спортивные мероприятия можно проводить прямо на открытом воздухе. Сегодня нормы сдачи ГТО проходят здесь войска Подмосковья и, как всегда, состоят из нескольких спортивных дисциплин. Ну что, побежали? И к физическому активному труду, и к получению удовольствия от пребывания на свежем воздухе они готовы. Бег, наклон вперед, прыжок в длину, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание на перекладинах, рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на спине, прицельная стрельба из винтовки. Вот дисциплины, которые выполняли на площадке универсального спорткомплекса Подмосковья. Областной уровень мероприятия подтверждают участники из разных городов Подмосковья. 30 команд и более 500 человек, все готовы к состязаниям. Знаете, очень приятно организовывать и проводить именно командные соревнования. Только в команде познается, будет сказать, суть человека. Ведь ты выступаешь не только за себя, за свой коллектив. Есть чувство ответственности не подвести, сделать лучше, краше, лучше, чем другие и победить. Команды состояли из хорошо подготовленных спортсменов. Каждый выложился на максимум, чтобы показать уровень физической подготовки. Комплекс ГТО имеет таблицы нормативов, где учитывается пол и возраст участников. По сути, сдать его может любой желающий. Но, как и к любым спортивным соревнованиям, подготовиться все же нужно. Это физкультурные мероприятия, здесь рекорды не важны. Спорт есть спорт. Главное участие. Главное участие. Командный дух. Да. Мы спортсмены, и для нас просто это... Как соревнования? Да, да, конечно. Только соревновательный момент. Участие участием, а победитель все-таки должен быть. На этот раз сильнейшей в сдаче норм ГТО оказалась команда из городского округа Ступина. Поздравляем победителя. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.